Продолжаем читать нашу историю про Настю. Итак, история четвертая, в которой девочка учится ухаживать за своими зубками. Зубы привели Настю в просторную гостевую комнату. Девочка смотрелась вокруг. В комнате висели большие зеркала, розовые гардины. На стенах размещались портреты улыбающихся детей. И у всех была ослепительная улыбка. Это наши ученики, сказал один зуб. Все они побывали у нас в гостях и научились ухаживать за своим ртом. Теперь их зубы здоровые и белоснежные. Правильно говорить полостью рта, поправил второй. Ухаживать за полостью рта. Ну да, кивнул первый. А теперь отдыхай. Зубы попрощались и исчезли. Первым делом Настя отправилась в ванную. Там она увидела множество разных флакончиков, тюбиков, зубных щеток. Девочке захотелось причесаться, умыться, почистить зубки. О назначении многих флакончиков она еще ничего не знала. Потом Настя прилегла на белоснежную постель. Ей даже удалось немножечко вздремнуть. Ей даже начал сниться какой-то интересный сон. Но тут в дверь постучали. Войдите, сказала девочка. На пороге появились зубы. Ну что, отдохнула? Спросил один. Пора приступать к занятиям, сказал другой. Настя поднялась с кровати. Зубы предложили ученице пройти в учебную комнату. Усадили за стол перед большим зеркалом. Улыбнись, пожалуйста, попросил первый зуб. Настя улыбнулась и ахнула. Зеркало отразило черные точки на ее зубах. Откуда они взялись, изумилась девочка? Ведь я сегодня очень хорошо почистила зубы. Но за зубами надо ухаживать регулярно, вздохнул второй зуб. Только тогда они будут здоровыми и красивыми. Настя чуть не расплакалась. Черные точки на зубах. Ну это же так некрасиво. Не отчаивайся, сказал первый зуб. Еще не поздно все исправить. Для этого мы и привели тебя сюда, добавил второй. Слушай внимательно и запоминай все, о чем мы тебе расскажем. Несколько дней Настя училась ухаживать за своими зубами. Она узнала, зачем человеку нужны зубы и язык, что находится в полости рта. Девочки рассказали, что у каждого зуба есть коронка, шейка, корень. Нас с братом зовут резцами. Мы расположены во рту спереди. И у нас имеется по одному корню, рассказывал первый зуб. Мы нужны человека, чтобы откусывать кусочки пищи. И всего нас восемь. У наших братьев и другие имена. Есть клыки, примоляры, маляры. Клыки нужны, чтобы отрывать кусочки еды. У них тоже один корень. А примоляры и маляры находятся по бокам. Они более крупные. У них жевательная поверхность. И они имеют больше одного корня. Они измельчают и перемалывают пищу. А еще зубы объяснили девочке, что много сладкого есть вредно. А вот такие продукты, как овощи и фрукты, очень даже полезны для зубов. Любознательная ученица поинтересовалась, а для чего все эти тюбики и флакончики, которые она видела в ванной комнате. И тогда учителя рассказали ей все о зубных эликсирах, щеточках для языка, зубочистках, ершиках, зубных нитях и жевательной резинке. Теперь девочка не только чистила зубы, но каждый раз после еды полоскала полость рта зубным эликсиром. А пространство между зубами очищала с помощью ершика и зубных нитей. Настя узнала, что зубные нити называются флоссы. Свой язык девочка очищала с помощью щеточки для языка. А на десерт после обеда жевала детскую жевательную резинку без сахара. Но жевать ее можно было не больше 15 минут. Каждый день, улыбаясь в зеркало, она видела изменения в своей полости рта. Ее зубки становились белее и красивее. И это приносило радость и Насте, и зубам. А вот уроки с зубами подошли к концу. Как-то утром зубки принесли в Настину комнату красивое розово-голубое платье, очень похожее на платье королевы, и предложили собраться на прием к ее величеству зубной щетки. Закончилась история четвертая. А что будет в пятой, мы сейчас узнаем.